Многие аналитики считают, что влияние монетарного стимулирования в Китае начнет ослабевать во втором квартале следующего года и, соответственно, сократится спрос не только на медь, но и на другие металлы со стороны Китая. Стюарт Бёрнс, Метал Майнер. Во время выборов в США, когда вероятность победы Трампа усиливалась, стоимость меди значительно повысилась на фоне предложений этого кандидата по поводу увеличения расходов в сфере инфраструктуры. А сейчас, когда уже известно, что Трамп станет следующим президентом, изменили ли вы свои прогнозы для цен на медь? Это очень хороший вопрос. В принципе, мы не изменили наши прогнозы. Я думаю, что победа Трампа на выборах оказала поддержку настроению рынков, но только после того, как были оглашены результаты. До этого большинство участников рынка не рассчитывало на его победу. Если на рынке и присутствует эффект Трампа, то это скорее сопутствующее явление. Здесь нет причин на следственной связи. Повышение цен на медь в этом году не связано с перспективой президентства Трампа. В первую очередь, повышение цен связано со спросом на этот металл со стороны Китая. Вне всякого сомнения, скачки цен происходили благодаря спекуляциям. Объём торгов на лондонской бирже металлов достиг рекордного уровня. То же самое мы наблюдали и на рынке Шанхая. Ирония в том, что хотя данные индексов PMI в Китае всё ещё солидные, объёмы импорта меди сокращаются. Ещё один момент в том, что компания Cadelco из Чили, которая является крупнейшим в мире производителем меди, подтвердила, что её доходы от продажи ресурсов в Китае будут минимальными в 2017 году. А это говорит о том, что на этом рынке присутствуют избыточные объёмы предложения, а спрос не такой сильный, как показывают недавние колебания цен. Аналитик компании Capital Economics Кэролайн Бэйн так прокомментировала рост цен на медь во время выборов. Спекулянты играют против рынка. Возможно, мы не увидим обвала рынка завтра, но мы ожидаем увидеть снижение цен в течение нескольких следующих недель. Ваша позиция совпадает с таким заявлением? Или вы уверены в том, что медь сможет продолжить восходящее движение? Это очень хороший вопрос. Такие спекулятивные скетчки цен очень редко задерживаются надолго. Когда инвесторы видят возможность для получения прибыли, то гравитация, как правило, берёт своё. И цены начинают нисходящее движение. Именно этот процесс и стартовал в начале недели. Цены на лондонской бирже металлов и на шанхайском рынке уже снизились. Когда цены были на уровне 4 тысяч и остановились в определённом диапазоне, мы решили, что цена в 5 тысяч 50 долларов станет сигналом на покупку для потребителей. Если цена пробила отметку в 4 тысячи 500 долларов и достигла уровня в 5 тысяч 50 долларов, это означает, что она может ещё больше повыситься. Все, кто купил этот ресурс тогда, сейчас чувствуют себя хорошо. Но пока что на этом рынке не появился новый тренд. Никто не знает, как будут дальше изменяться цены, так как чёткий тренд ещё не сформировался. Моя интуиция подсказывает мне, что поскольку мы видели сильное восходящее движение в течение нескольких последних недель, с этого момента начнётся нисходящая коррекция цен. Правительство Китая сейчас планирует потратить дополнительные средства на различные строительные проекты. Согласно последним данным, в прошлом месяце активность на фабриках Китая усилилась и достигла максимального уровня за последние два года. Как вы считаете, усиление промышленной активности Китая поможет меди? Возможно, это будет способствовать тому, что восходящее движение цен будет более продолжительным или ограничит риски снижения цен. Но цены на медь в Китае и так были ниже, чем мировые цены. Это говорит о том, что спрос на этот металл был не таким уж сильным, несмотря на меры по стимулированию экономики, которые, конечно, немного усилили спрос на сталь и железную руду и на несколько других металлов. Многие аналитики считают, что влияние монетарного стимулирования в Китае начнет ослабевать во втором квартале следующего года. И, соответственно, сократится спрос не только на медь, но и на другие металлы со стороны Китая. И, как следствие, мы увидим снижение цен к середине следующего года. Стюарт, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы будем держать вас в курсе всех событий, которые могут повлиять на валютные рынки. Всего доброго.